Так, всем привет! Давайте смотреть коробку с моделью от фирмы Звезда в 72-м масштабе, МИГ-31Б, российский перехватчик дальнего действия, ну или же натовское название МИГ-31Б Foxhound. Так, совсем кратенько про саму машину, да, чтобы долго не рассусоливать, достаточно известная машина, МИГ-31, ну изначально МИГ-31Б, разрабатывался на базе истребителя МИГ-25, в 25-м году принят на вооружение, производился, соответственно, собственно, как для целей, какие, собственно, им написаны на коробке, то есть российский, ну точнее, перехватчик дальнего действия. Соответственно, это всепогодный, всевысотный, очень скоростной истребитель, который мог летать и работать на очень большие расстояния. Ну, такой по факту, скажем так, спецназовский истребитель, то есть самый мощный, самый быстрый, самым передовыми системами, ну на тот момент системами обнаружения, радиолокации, самым передовым на тот момент ракетным вооружением. Ну, что конкретно по данной коробке, можно сказать, что модификация B, это модификация, значит, начала 90-х годов, она была оборудована системами для дозаправки воздуха, вот, собственно, на бокс-арте у нас эта самая дозаправка воздуха изображена. Сейчас, вроде как, на вооружении эти самолеты есть, но уже в основном модификациях 31BM, то есть это еще более совершенственные какие-то проапгрейженные, так скажем, самолеты. А вот у нас тут МИГ-31Б. Насколько я помню, у звезды в линейке был только оригинальный МИГ-31 без системы дозаправки воздуха, и МИГ-31Б, по-моему, других более поздних модификаций у звезды не было. Ну, и разработка этой модели, это, собственно, сама оригинальная звездовская, это не перепак, ну, единственное, вроде Ревел ее когда-то один раз перепаковывал, да, вот, кстати, на бокс-арте и логотип RSK-MIG конструкторского бюро фирмы использован, то есть прям лицензия-лицензия. Так, артикул не сказал, артикул 7214, соответственно, коробка новая звездовская, да, забыл, модель производится с 2000 года звездой, ну, и, соответственно, там много разных перепаков, именно, вот, менялась коробка, бокс-арты, там что-то, оформление и так далее, и так далее, и так далее, ничего, в принципе, существенного. Ну, на боковиках, как обычно, на новых, ну, точнее, нет, тут еще какая-то промежуточная коробка, видимо, у меня, тут еще караски хамбролы звезда, потом, видимо, они были заменены на, скорее всего, на томию, но у меня, видимо, коробка не такая новая, ну, декаль, соответственно, и размерности по модели, что 121 деталь, ну, для 72-го масштаба самолета достаточно типично, и габариты моделей, 31 сантиметр, ну, такой достаточно длинный перехват, перехватчик, да, кстати, самое важное, я забыл сказать, что, в отличие от МиГ-25, на котором, на базе которого делался данный самолет, у МиГ-31 это была по факту Спарта, то есть там операторы вооружения и пилот размещались друг за другом, в кокпите, соответственно, два члена экипажа, соответственно, что еще, ну, да, соответственно, вот чуть утопленное вооружение, вот, характерное для него, 4 ракеты управляемые, и под крыльями размещались ракеты с тепловыми головками наведения, помимо этого, на боковиках, ну, другие модели звезды, понятно, на задней части коробки ничего у нас, собственно, нету, никакого буксарта, ничего, так, все на пломбах, внезапно я понял, что ножик-то я и забыл. Так, вопрос решен, оперативно, значит, срезаем звездовские пломбы, будем нырять, собственно, в коробочку. Коробочка такая слегка понятая, но это уже мои, так сказать, следы хранения. Так, коробка типичная внутренняя с верхней загрузкой. Внутри у нас стандартно все по-звездовски, пакет, один пакет с литниками, все в одном пакете, я так смотрю. Подставочка, то есть не во все свои модели, ну, это типичная звездовская подставка, ее можно отдельно купить, но вот в некоторой модельке она кладется звездой по дефолту, возможно, в какие-то годы, в какие-то, может быть, отдельные модели комплектации, но вот иногда она есть в комплекте, иногда и нет. Кстати, да, еще интересный факт, забыл сказать про МиГ-31, что МиГ-31 является носителем, например, для ракеты Кенжао, гидрозвуковой ракеты широко распираренной, в частности, вот на специальной модификации была МиГ-31, не этот МиГ-31Б, уж подавно, там была специальная модификация носителя, вроде как с МиГ-31 как раз эта ракета и применялась. Да, вот такая подставочка, пакетик, так, ну это куски подставки у нас валяются, пакетик с прозрачными деталями и декалью отдельно, ну, тоже типичная звездовская тема, и бумага, собственно, листик предупреждения, инструкция, с которой мы, собственно, и начнем. Инструкция такая, видим, что не переформатировалась звездой, скорее всего, как, наверное, оригинально в 2000 году она была выпущена, так и осталась, вот тут все прослеживается, такие старые звездовские инструкции, видимо, по крайней мере, на момент покупки этой коробки она выглядела так, но я не думаю, что звезда это сильно переделывала. Да, соответственно, тут-то очень коротенькое описание, где только указано, что лучший в мире перехватчик, значит, и какие-то рекомендации по сборке, там, на разных языках. Ну, и, собственно, сразу начинается сборка, такая вот раскладушка традиционная звездовская. Все так упихано, ну, как обычно, достаточно кучненько, соответственно, шаги сборки прямо вот так вот идут. Все начинается у нас, собственно, с кокпита, с парка на два места, сидушки, фигурки пилота в 72 масштаб у нас присутствуют. Насчет панели приборов, вот сразу, так как у нас под рукой декали, можно увидеть, что панели приборов и, ну, скажем так, оператора бортовых систем и пилота у нас даны декалями. Если рельеф на них непонятно, потом посмотрим. Соответственно, да, декали мы сразу же здесь должны нанести, потому что потом уже сложно будет подлезть. Ну, это типичная сборка, вот это вот такая условная гондола под кокпит. И сразу собираем прозрачку. Прозрачка. Кокпит из нескольких прозрачных деталей состоит. Тут уж прямо целых четыре штуки. Соответственно, есть опция на открытый кокпит, соответственно, и для оператора, и для пилота. То есть тут у нас четко это показано. Помимо этого, вот предлагают пластилиновый грузик, ну, или уж какой там придется добавить в нос самолета. Вот эта частая деталь такая, в принципе, характерная, иначе по развесовке модель может заваливаться на хвост. То есть это, в принципе, ничего тут нового нет. Соответственно, да, сразу плюс за показ адекватных опций на открытый и закрытый кокпит. Сразу здесь у нас появляется и шасси. Ну, видно, что уже по инструкции видно, что колеса шасси располовинины. Там достаточно интересная схема, кстати, шасси у МИГ-31, потом будет видно. Вот, соответственно, мы начинаем шестой шаг шасси это и собирать. Ну, я так посмотрю, это в основном... Вначале у нас это начинается по заднему шасси работы. Вот у нас клеиваются стойки, колеса. Вот такая вот схема интересная по шасси. Одно колесо вынесено вперед, второе назад. Такая интересная схемка, возможно, потому что довольно большой самолет. Ну, и, соответственно, нижняя часть фюзеляжа, скажем так, отдельно. Ниши шасси, я так понимаю, вот у нас получаются вот такими отдельными, ну, условно, подсборками получаются. Ну, и детали, соответственно, турбины двигателей там вот внутренней части сюда тоже устанавливаются. Отверстие до подставки нам предлагают сделать вручную. Ну, подставка, понятное дело, нам нужна, если мы делаем полетный вариант модели, то есть в воздухе, соответственно, и так далее. Если делаем аэродромный вариант, то, скорее всего, там нам, конечно, подставка не понадобится. Ну, звезда про это явно пишет текстом, в принципе. Дальше опять продолжаются работы по нижней части фюзеляжа. Поливляются соплы двигателей, я смотрю, они в одну деталь, два двигателя сделаны. Опять же, есть вариации. Ну, вот, кстати, вариант 1, вариант 2, то есть у нас имеется в виду, да, вариант 1. Но при этом не очень понятно, где у нас, собственно, где-то в начале или где-то хотя бы в середине обозначено, что есть такой вариант 1, что есть вариант 2. Вот это вот как бы минус, потому что, ну, указываете варианты, но, пожалуйста, дайте инфу, а что там, я не знаю, полетный, там, на ВПП, там, что там, то есть к чему это относится. То есть вот так вот непонятно, приходится догадываться, думать. Хвостовое оперение, то есть вот видим, да, как интересно сделано. Ну, то есть сначала собирается не ее задняя часть фюзережа самолета, крылья, вот у нас, кстати, да, я пропустил ее момент появления. То есть такой у нас центроплан условный такой, вот он в одну деталь, кстати, хорошо сделано. Никакие крылья, никакой стапель нам для крыльев не понадобится, то есть это одна такая ровная деталь, которая просто устанавливается, запирается сверху вот так вот этой штуковиной. И вот такая вот у нас подсборка получается, хвостовое оперение, двухвостый у нас такой самолет. Ну, какие-то еще микродетальки. И потом, я смотрю, тринадцатый шаг, опять мы возвращаемся к кокпиту. Ну, передней части, скажем так, вот этой носовой. Частично детали за кокпитом у нас, что-то тут какие-то остальные. Ага, и он, соответственно, нос самолета с кокпитом присоединяется у нас к этой задней основной части корпуса. Ну, это, судя по всему, как я вот понимаю вот про эти два варианта, и вот здесь эти подсборки у нас появляются. Это, судя по всему, у нас какой-то механизм, судя по всему, какого-то аэротормоза или что-то такого воздушного, то есть, судя по всему. Ну, или просто какой-то аэродинамический механизм. Видимо, щиток этот, наверное, в разных положениях. Возможно, для взлетно-посадочного и, возможно, там для полетного. То есть, тут надо смотреть. Опять же, вот у нас про варианты идёт. Опять же, тоже непонятно. То есть, мои исключительно догадки, да, что имеется в виду полётный и, скажем так, на ВПП вариант или как-то так. Но, опять же, ничего не написано. Передняя стойка шасси. Насколько я понимаю, вроде передние два колеса, они в одну деталь сделаны, но два колеса на стойке. Подсветка у нас, условно, на шасси на стойке тут из прозрачной детали. Ну, такая довольно забавно сделана. Редко так прям, кто-то уж прям, редко звезда, точнее, всеми сторонам прям уже заморачивается вот такими мелкими прозрачными детальками. Это, кстати, прикольно. Соответственно, вот у нас эта вариация, получается, на вариант на ВПП, да, то есть, выпущенные шасси, передняя стойка тоже выпущена, щитки все открыты. Вот это вот самое кое-что нам тут приходится срезать. А вот эта вариация, судя по всему, у нас на самолёт в полёте, соответственно, шасси убрано, все створки закрыты там и так далее. А вот опять вариация, судя по всему, на ВПП вариант с, соответственно, выпущенным шасси. В общем, надо не потеряться во всех этих нюансах, понимаете. Вроде бы, как бы, звезда и обозначила однозначно, но, мне кажется, недостаточно однозначно. Можно бы уж где-то, уж не картинкой, но хотя бы написать, да, какой вариант самолёт в полёте, какой вариант самолёт на ВПП, да, чтобы всё это было обозначено однозначно. Ну, да ладно, разобраться, наверное, можно. Вот опять же продолжаются створки, дополненные всякие по шасси. Вот опять же вариации, закрытые, открытые, и к 27-му шагу начинаются у нас вооружения. Вооружения у нас состоят из чего? Ну, опять же, никакой пояснительной информации по вооружениям у нас не присутствует. Вот единственное то, что мы сами можем, я там что-то сам узнал, что под фюзеляж, под нижнюю часть крепятся головки, ой, головки, ракеты с управляемой. Такое характерное такое расположение ракет именно для этого истребителя-перехватчика. На крыльях вроде как две ракеты, ну, вот здесь это видно у нас, ну, хотя нет, на схеме, ну, как-то частично видно, да, что ракеты с тепловыми головками наведения. Вот это, судя по всему, ну, насколько я понимаю, это, наверное, подвесные топливные баги. Они у них, ну, у нас внезапно по краям, дальше от, к законцовкам крыльев находятся, интересно, то есть. И, судя по всему, ну, вариаций по вооружению, насколько я понимаю, нет, по крайней мере, здесь я этого не вижу. Но зато подробно рассказано, как красить два, ну, два вида ракет, я насколько понимаю, что-то кое-где даже декали используются на ракетах. И, соответственно, вот если так смотреть, получается, что у нас дается вот такой вот в инструкции один вариант с полным комплектом вооружения. Четыре ракеты под корпусом, две ракеты на крыльях и еще целых два топливных бака тоже на крыльях. Вот такая вот у нас полнейшая загрузка, прям полностью, не знаю уж, летали ли самолеты настолько плотно загруженные в реальности. Ну, такой вот нам вариант предлагает звезда. И еще небольшой маленький вариант, собственно, это, насколько я вроде как могу понять, это, наверное, как раз система до заправки в воздухе, соответственно, выпущенная и, наверное, убранная. То есть, ну, так как, собственно, это основная особенность модификации ТМ-Б, наличие системы до заправки, вот, соответственно, основная фича набора, судя по всему, вот у нас ТМ-32 шаги, наверное. Если, если прям очень сильно заморочиться, можно построить, ну, типа что-то диорамы, да, МИГ-31Б дозаправляется в воздухе, да, то есть, может быть, даже топливозаправщик туда какой-то сделать. Прикольно. Да, и последнее, самое, что у нас есть в инструкции, это схема окраски, полностью черно-белая, проекции. Ну, в целом, наверное, все, какие нужны, то есть, вверх, низ, боковина. Ну, правда, одна боковина, но, наверное, они, в принципе, зеркальные. Единственное, вот хвостовое немножко у нас тут показано в другой. Ну, соответственно, показаны у нас декали. Декали без привязки, насколько я понимаю, в этой инструкции абсолютно не показана принадлежность данного самолета. Ну, вариант, я так понимаю, один в любом случае. И, соответственно, краски. Краски, я уже говорил, те же, что на коробке. Звезда и хамброу, хамброу, который, собственно, уже, в общем-то, не особо нужен, но инструкция, судя по всему, старая. И пропадачный под набор у нас написано. Так, вот, собственно, что по инструкции. Давайте смотреть пластик. Пакет один. В принципе, его даже без ножика можно порвать. Все вместе. Так, частично из-за того, что пакет один, что-то у нас тут уже активно пытается оторваться с летников. Ну, давайте вот с крупных деталей. Соответственно, ну, радует, что довольно крупные детальки, кстати говоря. В основном тут как раз вот фюзеляж, корпус, основная часть самолета. Соответственно, крупная большая деталь, нижняя часть фюзеляжа. Вот она такая прям, то есть самолет как бы не продольно располовинен, да, а вот так вот горизонтально получается. Как бутерброд такой. Вот, соответственно, нижняя часть, расшивка есть внутренняя. Ну, выглядит она, кстати, довольно глубокой, да, в отличие от перепаков чужих фирм, моделей ее звезды. Тут, собственно, расшивочка звезды довольно прикольная. Ну, пластик такой матовенько, такой чуть-чуть шершаренький, характерная для моделей звезды тема. Что у нас? И вот, носовая часть тоже располовинена вверх, низ, соответственно, под кокпит. Нижняя часть отлита, зацела вся ниша шасси и так далее. И... А, нет, извиняюсь, перепутал. Вот это была верхняя часть фюзеляжа, вот это нижняя, что-то заболтался совсем. Да, вот это вверх, вот это низ. Вот, соответственно, низ, соответственно, вот те ниши под вооружение, характерные именно для МиГ-31, они... Вот у нас, собственно, отлиты зацела прям с моделью. Ничего прям тут отдельно пособирать нет. И вот, соответственно, вот все, что... Весь узел с центропланом, крылья, это все получается... Да, одна деталь, то есть никакого бутерброда, ничего тут нет. Это прям вот одна деталь. Вверх-низ. Ну, при этом, рядом с разотверстиями подкрепления пилонов вооружения, я так понимаю, присутствуют некоторые следы... Маленькие следы толкателей. Вот здесь вот. Но, судя по всему, насколько я так не понимаю, рядом с пилонами расположены... Они, видимо, расположены грамотно, так что установка деталей подвеса вооружения, судя по всему, наверное, эти толкатели скроет. И у нас не будет с этим, опять же, каких-то больших проблем. Расшивочка, да, реально выглядит достаточно глубоко. Детали по хвостовому оперению, то же самое, в одну деталь не отлиты. Еще какие-то тут обтекатели. Ну и какая-то самая мелочевка. Ну и вот детали по двигателям. Соответственно, это внутренняя деталь куда-то там внутрь идет. Не особо она будет видна. Вот такой крупный литник. Помимо этого, второй крупный литник. Это у нас, значит, детали, собственно, фюзеляжа. Одна из них хочется скачать усиленно с литника. Хвост. Два хвоста, собственно, условно. Этих какой-то у них, наверное, есть умное авиационное название. Но я, к сожалению, не знаю. Сопла двигателей. Вот так вот они сделаны в одну деталь. Как бы соединены посередине. Вот не знаю уж там форсажные, не форсажные положения. Судя так, как эти сопла, они вот имеют должны эффект. Вот это же, да, характерно для активных самолетов. То есть складываться, расширяться. Я уж не знаю, какое тут положение использовано. То есть правильно ли оно с точки зрения копийности. И для какого, так сказать, варианта на взлетно-посадочной или в полете. Я уж тут не шарю, к сожалению. Но вот такие вот они есть. Соответственно, ниши шасси у нас отдельно. С каким-то рельефчиком небольшим внутри. Ну, правда, и с довольно крупными следами толкателей. Именно внутри почему-то они сделаны довольно, наверное, неприятно. Детали по передним колесам шасси. Вот они вот эти. Отдельно сделаны со следами толкателей. Два колеса. Это переднее шасси. А где у нас заднее шасси? На другом литнике, судя по всему. Ну, соответственно, вот крышки по нишам шасси. Вот эти щитки, которые закрывают. Створки, да. Стойки, опять же. Еще какие-то дополнительные элементы. Автоматическая, кстати, пушка, да, присутствует на данном тоже самолете. Но я, к сожалению, не особо помню, где она находится. Вот на носовом части самолета, на том литнике, я как-то чисто зрительно так сходу не схожу здесь. Где здесь пушка? Вообще она видна или как-то должна там раскрываться? Ну, ладно, в общем, она где-то должна быть. Опять же ниша. А, вот детали по кокпиту. Ну, скажем так, вот это вот ванна кокпита условная на двух человек, да. Тут какой-то микрорельефчик по приборам присутствует по бокам. А вот где у нас сами доски приборные? А, вот они, судя по всему. Вот я и, соответственно, пилот и второй член экипажа. Они абсолютно ровные. Никакого рельефа на них нет, что, наверное, в принципе, логично. Потому что у нас все это показано декалью и какой-то дополнительный рельеф на таком масштабе, я думаю, он только нам бы мешал. И, ну, частично подвесы вооружения вот здесь присутствуют. Ну, по качеству отлива, конечно, видно, что модель не новая. Кое-где в основном на литниках, сами заметен, наблой. Кое-где какие-то проблемки мелкие присутствуют. Ну, не сказать, что прям как-то вот что-то катастрофическое тут наблюдается. В целом, в принципе, все довольно терпимо. И два последних литника, они абсолютно симметричные. Ну, в смысле того, что полностью повторяют друг друга. Тут у нас вооружение. И подвесные баки, вот эти самые огромные, судя по всему, у нас, да, их два. На каждом литниках по одному. Титанического размера ракеты, прямо скажем, даже для 72-го масштаба. Ну, я уж не знаю, насколько они копийно выглядят. Не совсем это понятно. Ну, вот, судя по всему, вот это ракеты, управляемые под днище у нас идут, скажем так, в кавычках, да. Вот это ракеты, их получается в общем количестве два, это тепловые головки наведения. К сожалению, по адекватных названиям ракеты я не помню. Это уж надо вспоминать, что там было. Соответственно, другие симметричные детали. Это колеса на заднее шасси. Соответственно, они располовинены, без рельефа протектора. Собственно, по переднему там тоже рельефа не было. Детали двигателя внутреннего, там за сопло они устанавливаются. Экипаж, соответственно, опять же, их два, опять же, они абсолютно одинаковые. Ну, кстати, рельеф для 72-го масштаба. Рельеф отливки модельки, фигурки члены экипажа, самолета, пилота и, соответственно, стрелка. По системам оператора, вот эти вот, они, кстати, довольно неплохо сделаны. Мне нравятся. Так, и, собственно, ну, собственно, и всё. Кресло тут тоже, тоже с каким-то микрорельефчиком. Ну, как бы вот. И на этом, собственно, пластик-то у нас и заканчивается. А остаётся у нас только типичный для звезды пакетик с прозрачкой и декалью. Прозрачка, значит, ну, я бы сказал, тут, конечно, остекление у данного самолёта, оно не то чтобы огромное. Там переплёт такой, у них 31 такой, характерно, достаточно большой такой, мощный переплёт. То есть там именно стекла, обзорности как-то не то чтобы много. Это не прям вот такой фонарь-фонарь, да, поэтому, соответственно, прям что-то прям сильно разглядеть, купить, наверное, не получится. Но те части, которые должны быть прозрачными, да, вот именно на этом, скажем так, на этих створках открывающихся, ну, они довольно не сильно, прям сказать, прозрачные, но и не то чтобы как-то прям неадекватно мутные. То есть видно, что оставлены прозрачными части, которые должны быть прозрачными. Те, которые мы будем закрашивать, они слегка замутнены. Ну, вот эти какие-то приборы, подсветки, ниши шасси, собственно, освещение по самолёту тоже присутствуют. Вот так вот, собственно, это выглядит у звезды. И самое последнее, что мы, собственно, здесь видим, это декаль. Это самая декаль на какой-то неназванный самолёт, но, тем не менее, с какой-то довольно характерной эмблемой. Ну, судя по всему, это самолёты, судя по модификации, это что-то, я не знаю, 90-е, может быть, начало 2000-х годов. Возможно, можно где-то найти фродки прототипа по данному бортовому номеру. Наверное, с какой-то фотографией всё-таки звезда это делала. Ну, кстати, да, декаль довольно маленькая для 72-го масштаба, то есть на самолётах обычно такого года выпуска и так далее куча всякой технической информации. Но звезда, в принципе, нам сэкономила себе, скажем так, на затратах, а нам на времени сборки. И декалька вот такая вот куцая, вот панели приборов, звёзды, там вот какой-то самый мизер по техничке. Соответственно, вот такой вот у нас получился МИГ-31Б от звезды, собственная разработка.